Если мы вспомним формулу Эйлера, ну и естественно, что физическим смыслом будет обладать только вещественная компонент. Если говорить о параметрах, которые у нас присутствуют в выравнении, то у нас есть амплитуда. То есть это получается максимальное отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения. Оно может в общем случае зависеть от времени. Также у нас есть циклическая частота, которая измеряется в радианах на секунду. Есть начальная фаза колебания, которая определяет полную фазу в нулевой момент времени. Также у нас, естественно, есть сама полная фаза или просто фаза колебания. Потом у нас есть период, который определяется как наименьший промежуток времени, за который совершается полное колебание. Его можно вывести с учетом того, что у нас используется периодическая функция. И, соответственно, при прибавлении фазы 2π у нас повторяется состояние системы. И также можно ввести понятие частоты колебания, величина обратная периоду. То есть это получается число колебаний, совершаемых за единицу времени. И отсюда можно вывести соотношение между частотой колебания и циклической частотой. И здесь у меня на картинке, например, приведено как раз-таки гармоническое колебание, которое затухающее, благодаря фазе, которая изменяется по такому экспоненциальному закону. Собственно, это про гармоническое колебание все. Так, давайте дальше. Дальше у меня квантовый билет, собственно, про протокол BB84. Соответственно, это первый протокол квантового распределения ключа. Что такое вообще квантовое распределение ключа? Квантовое распределение ключа – это метод генерации и передачи ключа, в основе которого лежат квантовые эффекты, квантовые явления, которые помогают выявить какое-то либо нарушение в канале. То есть третью сторону злоумышленника. Соответственно, протокол что из себя представляет? Во-первых, до начала генерации фотона у участников протокола должен быть защищенный квантовый канал, в котором как раз осуществляется протокол. Потом открытый классический канал для обсуждения результатов, выбора базисов. И также канал синхронизации часов Алиса и Воба для того, чтобы было можно устанавливать взаимооднозначное соответствие между фиксированием тех или иных состояний на разных концах канала. Соответственно, у нас здесь есть четыре состояния и два базиса. Получается, в каждой базе состояние попарно просто ортогональное, а состояние из разных базисов попарно не ортогональное. Соответственно, Алиса случайным образом выбирает базис, также случайным образом выбирает состояние с помощью генератора квантовых случайных чисел. И затем фотон с определенной параллелизацией отправляется по квантному каналу, и на другом конце его принимает Боб. Он, соответственно, случайным образом выбирает базис и фиксирует срабатывание на детекторе единицы, либо несрабатывание на детекторе. Затем по открытому каналу связи Боб и Алиса обсуждают результаты выбора базисов. И в том случае, если базис был выбран верно, значение бита, соответственно, остается в последовательности. Если неверно, отсеивается. И мы получаем просеянный ключ, который 50%, то есть мы отсекаем 50% в соответствии с теорией вероятности. И у нас получилась какая-то итоговая последовательность, которая может быть в процент ошибок. Если у нас не было злоумышленника в квантном канале, то, соответственно, он будет обусловлен только какими-то физическими особенностями данного канала. Так, Даниил Дмитриевич, так я вижу, все хорошо. А вот скажите, пожалуйста, есть такая технология, когда мы передаем, ну или осуществляем квантовую рассылку ключа на боковых частотах? Да-да, есть такая. Что-либо что-нибудь про такое? Вот дайте какие-нибудь объяснения, откуда там возникают боковые частоты. Насколько я помню, мы там применяем фазовую модуляцию. Мы там применяем фазовую модуляцию, вот, и генерируем, ну, как раз-таки боковые частоты. Так, правильно. А затем мы на фильтре отсеиваем основную частоту, вот, и фотоприемник вроде как фиксирует только боковые частоты. Так, и что нам это дает? Ну, мы, получается, кодируем как раз за счет боковых частот. А при перехвате сигнала у нас, соответственно, пользователь ничего не сможет сказать. Так, ладно, давайте так, если, в общем, некие затруднения. Скажите, пожалуйста, а что такое соотношение Крамерса-Кроника? Что оно нам позволяет? А, так, по поводу соотношения этого оно позволяет. Если у нас есть какая-то комплексная функция, оно позволяет, ну, то есть, и у нас есть там действительно немые части, то это соотношение утверждает, что они связаны интегральными соотношениями, в свою очередь, и зная, например, зависимость одной части, можно найти, соответственно, зависимость другой. Вот, без какого-то экспериментального, например, исследования. То есть, только теоретически рассчитать. Так, понятно. Так, спасибо за интересную презентацию, за доклад. Все так, давайте следующий дальше. Кто у нас следующий? Берсинева, Софья. Третий билет. Так. Давайте, Софья. Давайте. Итак, у меня линейный электрооптический эффект в необатилитии и спектральное уплотнение. Начнем с электрооптического эффекта. Он заключается в изменении показателя преломления вещества под действием электрического поля. Причем это изменение пропорционально первой степени напряженности. Также зависимость бывает квадратичной, и такой эффект носит название эффекта Кера, но у нас случай линейный. Мы начнем с диэлектрической проницаемости, которая представляет собой, в общем случае, тензор второго ранга, и в главной системе координат он может быть представлен в виде такой диагональной матрицы. Здесь коэффициенты 1, 1, 2, 2, 3, 3 мы можем заменить на x, y, z. Эта матрица связана с поверхностью второго порядка, таким соотношением, и эта поверхность является эллипсоидом. Но нам нужен показатель преломления, который является квадратным корнем из диэлектрической проницаемости. Тогда предыдущее уравнение мы можем записать через показатель преломления. И такой эллипсоид называется оптической индикатрицей кристалла. Его осью вращения является оптическая ось, а радиус-вектор – это показатели преломления. Так как у нас кристалл одноосный, то x, y мы можем заменить на показатель преломления обыкновенной волны, а z – на показатель преломления необыкновенной волны, и снова переписать уравнение. Обыкновенная волна распространяется в среде независимо от направления, и ополяризована она перпендикулярно антической оси. А скорость необыкновенной волны зависит от направления, и поляризована она в главной плоскости, то есть они поляризованы во взаимно-перпендикулярных направлениях. Вернемся к электрооптическому эффекту. При воздействии на кристалл поля, эллипсоид показателей преломления, то есть индикатрица, она претерпевает изменения. Мы можем записать уравнение индикатрицы в новой системе координат, я этого делать здесь не стала. И сам эффект, то есть изменение вот этого показателя преломления, выражается как произведение напряженности электрического поля на коэффициенты электрооптического эффекта. Это называется еще тензор электрооптического эффекта, там матрица 6 на 3, и максимальное число коэффициентов равно 18, но обычно некоторые из них зануляются, и сам тензор зависит от вида кристаллической структуры кристалла, то есть от 7,3. Теперь перейдем к необату лития. Это одноосный кристалл, и диапазон его прозрачности находится в пределе от 0,25 до 5 микрометров. Это позволяет использовать его в видимом диапазоне, а также его электрооптические коэффициенты, которые здесь представлены, они больше по сравнению с коэффициентами для других материалов, поэтому он используется чаще. Также он имеет тригональную симметрию, и, кстати, у вас в презентации, по-моему, было написано, что симметрия гексональная, и вроде это ошибка. Да, так, отмечу у себя, спасибо. Да. Ну и таким образом, если все подставить, посчитать, у нас получается такая добавка к показателю преломления. Так, давайте дальше, спасибо. Дальше вы имеете в виду что? Ну вот. А, ну ладно, хорошо. Переходим к уравнениям Зельмейра. Он вывел эти правила в 1887 году, затем они были экспериментально проверены, если не ошибаюсь, рождественским. Оказалось, что они не совпадают с экспериментальными всего на 2-3%, но были измерены экспериментально для другого материала эти, как бы, гривые, а для необатолития они были измерены лишь в нескольких точках. Ну, собственно, здесь длина волны в микрометрах выражается. У нас существует два способа, как мы можем приложить электрическое поле. Первый вариант – это вдоль направления распространения света, но тогда электроды должны быть прозрачными. Это, конечно, осуществимо, но, тем не менее, задачу это усложняет. Второй вариант – это использование поперечной геометрии, когда поле перпендикулярно направлению распространения света. И такая геометрия является более выигрышной, поскольку это проще с точки зрения практической реализации, ну, а также мы можем контролировать фазовый сдвиг путем увеличения либо длины электродов, либо изменения межэлектродного зазора. Это влияет на напряженность поля. Необыкновенные и обыкновенные волны будут распространяться с разными скоростями, потому что для них разные показатели преломления. И если говорить про эффект просто в анизотропном кристалле, то будет естественный сдвиг, независимо от того, есть поле или нет, который определяется на разнице показателей преломления. Это естественный сдвиг. И добавка, которая связана с наличием приложенного нами напряжения, это с одной второй. Так, Софья, все хорошо, вижу, все замечательно. Вот такой дополнительный вопрос. Скажите, пожалуйста, какие основные типы дифракционных решеток вы бы могли? Так, есть толстая, есть тонкая. Там есть соотношение, по которому мы определяем, если оно больше 10, это толстая решетка, и дифракция Брэга, если меньше 10, то тонкая решетка и дифракция Рамона-НАТО. Так, все, благодарю вас, спасибо за презентацию. Так, у меня еще второй вопрос. А, так, извините, да. Спектральное плантнение, в общем, он маленький. У нас есть 4 канала на входе, каждый из которых работает на своей длине волны. Для этого мы можем использовать лазеры. Далее у нас идет мультиплексор, который объединяет 4 канала в один. Для этого мы можем использовать оптоволокно, то есть на входе 4 оптоволокна, на выходе одно. Ну и, соответственно, на выходе независимо распространяются 4 длины волны. Ну и соотношение стандарта ВДМ. При этой технологии мы разбиваем диапазон на 64 канала, каждый из которых отстает на расстояние 0,8 нанометра. Соответственно, ДВДМ уплотняем в два раза, так как ВДМ оказалось мало. Ну и здесь расстояние уменьшается в два раза. Аналогично с последним, так как снова оказалось мало, уплотнили еще в два раза. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, вот этот интервал в длинных волн 0,8 нанометра, вот если в частотах, то сколько там герц он соответствует? По-моему, 100 гигагерц. Да, правильно. То есть там у нас что получается? 100 гигагерц, дальше 50 гигагерц и... 25? Да. А чего так не уверенно? 150 и 25 гигагерц. Так, что у нас там еще есть? Все. Ну, второй вопрос. Все, да. Все, тогда благодарю вас. Следующий давайте. Здравствуйте, я Гриневич Ярослав. Здравствуйте. Ярослав. Видно, да? Да. Собственно, у меня первый билет это мультиплексирование. Что такое мультиплексирование? Это технология, которая позволяет объединять несколько потоков данных в один канал. Соответственно, дабы увеличить пропускную способность. И разделяется следующий тип мультиплексирование. Временное мультиплексирование. Это технология, когда мы объединяем разные каналы по времени. Мы создаем некий синхроимпульс, благодаря которому мультиплексор опрашивает, условно говоря, каналы и напрямую как-то и звучит, уплотняет соответственно передаваемый сигнал. Дальше демультиплексор за счет также этого синхроимпульса распределяет уже по выходам с канала. Соответственно, мы в одном канале передаем сразу несколько потоков данных. Какие есть недостатки? это требуется передавать помимо самого сигнала синхроимпульс. Ну и с ростом числа каналов у нас очень сильно возрастает тактовая частота, иногда доходя до финтсекунд, что несет некоторые требования к техническому исполнению. А какое конкретно можете сказать, какие там требования технические возникают? Ну, либо требования, либо проблема, что, в общем, одно и то же. Вот когда у нас уже там тактовая частота, сначала была наносекунда, потом пикосекунда, так сказать, что это значит с точки зрения линии связи или процессора какого-то? Ну, вообще-то говорили. Ну, смотрите, там все очень просто, это значит, что у вас... Сигнал может расплываться, мне кажется. Ну, так, это разница путей, вот, допустим, один сигнал у вас идет по одному проводу, неважно, по медному или по оптическому, а другой сигнал по другому проводу. Так вот, если разница в длинах уже составляет несколько сантиметров, да, а тактовая частота у вас там пикосекунды, то у вас возникает задержка в приходе, которая не связана с тактовой частотой, которая связана с физической длиной. С самого, размера самого, да. Да, 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 да. Вот это. Ну, да. Так, давайте. С ростом числа каналов, соответственно, габариты все увеличиваются. Да. Окей, а спектральное мультипиксирование мы передаем в одном канале сразу, заданные на разных несущих частотах потоки данных одновременно. Соответственно, дальше мультиплексор раскладывает, например, дефракционная решетка по каналам отдельно. Обычно используется второй и третий окнопрозрачницы порцового окна. Вот, как уже в прошлый раз говорили, разделяют следующие стандарты high-density VDM, который, наверное, максимальный, как нам на лекции говорили. Максимально возможная вообще число каналов это вот три тысячи, но, конечно, это, наверное, слабо достижимо, так как до сих пор 256. А мультипиксирование множественного доступа это некое объединение прошлых двух, то есть мы задаем и мультипиксируем по временной шкале и при этом мы передаем не на одной длине волны, а сразу на нескольких. Соответственно, комбинация позволяет повысить сильную пропускную способность. Окей, следующий мой галет это квантовое распределение ключей. Типичный протокол состоит из распределения состояний, то есть Алиса передает Бобу сигнал и задавая базисы. Потом Боб по открытому каналу передает то, что совпало Алисе. Алиса они потом вместе выделяют долю ошибок, то есть что совпало, что не совпало, отсеивая несовпавшее и соответственно то, что совпало, это есть наш переданный ключ. Смотрится сколько ошибок было, если больше 11% ошибок, то скорее всего у нас присутствовал какой-то сторонний наблюдатель и забраковывается, то есть линия связи закрывается. Также идет исправление ошибок, если все же видно, что никто не подсматривает и усиление искренности с помощью хорь-функции, например. Есть теоретические атаки на протокол квантового распределения, они делятся на три типа, это индивидуальные, при которых Ева, каждый отдельный фотон сразу же считывает его базис и передает новый фотон уже Бобу, коллективный это когда Ева считывает сразу все, но при этом она применяет, ну, как сказать, никак не вносит изменений, она в дальнейшем, когда уже по открытому канала передается данные, начинает использовать полученные данные, как я понял, а когерентные это некий промежуточный опять же вариант, когда у нас применяется на некоторые стаки фотонов, некоторые передают разные способы воздействия, разные базисы применяются, по-разному считываются. атаки на техническую реализацию, это, например, троянский конь, когда у нас Ева посылает сигнал, импульс на грани костала модулятора, соответственно, ей возвращается уже поляризованный сигнал, и она может тем самым считывать базис, с которым поляризует Алиса данный момент атаки на детектор, сначала нарушитель ослепляет детектор Боба, а затем начинает моделировать сигнал, тем самым передает какую-то информацию ему ложную, например, из-за сетка лазерного резонатора Ева может увеличивать мощность лазерного диода Алиса, тем самым у нас и так посылается чаще всего не один фотон, здесь будет гарантированно посылаться несколько фотонов, соответственно, Ева сможет с каких-то из них считать поляризацию и тем самым не внеся изменения, ну и, соответственно, оставшись незамеченной, считать сигнал. Все. Все, так, Ярослав Владимирович, такой вопрос по поводу квантовых атак, а вот, ну, на ваш взгляд, вот как это технически-то можно сделать? Вопрос такой, это что, надо как-то в линию подключиться и сделать врезку в волокно, вот можете как-то? Ну, по сути, передается, это все, все равно излучение идет от самих линий, так как у нас передается свет, соответственно, мы можем считывать волны, идущие от него, и, как бы, уже анализировать его напрямую, не влезая в линию связи. Я правильно понял, речь идет о том, что, вот, хотя сигнал передается по волокну, но, тем не менее, некое вот вторичное излучение идет в окружающем пространстве. Так, хорошо, это был правильный ответ. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, вот, есть два типа модуляции, прямая модуляция источника излучения и внешняя, и внешняя, когда, ну, там используем внешний модулятор какой-то фазовый, вот, какой тип модуляции обеспечивает более высокую скорость передачи информации? Что-нибудь можете на эту тему сказать? Внешняя модуляция. Внешняя, да, я правильно рассужу? Внешняя, да, скорее всего. Да. Так, все, здорово, благодарю вас, спасибо за презентацию. Давайте, так сказать, следующий, кто у нас? Доброе утро. Да. 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 Доброе утро. Да. Спасибо за... Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Максим, извините, извините, прерву вас. А вот скажите мне, пожалуйста, вы используете термин просеивание ключа. Вот что это значит? Как это физически можно реализовать? Да, да, да. 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 Спасибо. 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 Смотрите, мы же, если мы говорим про электромагнитные, в частности, оптические волны, чем мы их характеризуем? Частотой, амплитудой и еще состояние поляризации есть. Так вот, скажите, а поляризацию можно использовать для мультиплексирования, на Ваш взгляд? Да. Да, все правильно, ответ правильный. Так, хорошо, благодарю Вас за очень симпатичную презентацию, было интересно. Давайте следующий. Кто там у нас? Да, да. Следующая я. Следующая я.